Здравствуйте! Рад снова быть на канале Ленру. Давненько меня не было на этом канале. Сегодня тема, с которой меня попросили выступить, очень важная. Это тема руководства делами на месте в исполнении Ким Чен Ына. Дело в том, что сейчас есть такие распространенные разговоры, что в силу сложившиеся обстоятельства вокруг Российской Федерации, многие поговаривают о том, что она возьмет некоторые наработки КНДР за основы, будет применять их в реальности. Но для того, чтобы это произошло, должно быть очень много тех факторов, которые есть в КНДР, а в России просто-напросто нет. В частности, нет такого руководства, как в КНДР. И это не просто потому, что там какие-то особые люди, хотя это тоже, вы сейчас поймете, что они действительно особые люди. А дело в том, что нету такой выработанной годами, даже десятилетиями стратегии, которая называется руководство делами на месте. А без этой стратегии руководства все благие инициативы, пожелания, даже, возможно, искренние правительства просто-напросто не будут реализовываться в должной мере. Но давайте по порядку. В многочисленных выступлениях моих, моего товарища по каналу «Революционной инициативе» и регулярного гостя Ленру Владимира Зайцева, вы можете составить картину главной философии, по которой живет Корейская народно-демократическая республика, философии Чучхе. Я не буду подробно на ней останавливаться, но так как из нее вытекает в том числе стратегия руководства делами на месте, которую реализует товарищ Ким Чин Ын в настоящее время, пару слов все-таки о ней схожу. Чучхе основано на важнейшем философском тезисе, что все события, в которые живет человек и общество, носят материалистический характер. Сознание, как учит марксизм, с которым Чучхе не имеет никаких противоречий, кстати говоря, мы по поводу этого много раз говорили, сознание является отражением материи. И в данной ситуации человек способен менять окружающую его реальность, приспосабливаться к ней и в конечном счете приспосабливать ее под себя. Но тут очень важный момент. В течение большого количества времени в исторической перспективе той же самой Кореи и не только ее, когда действовала классовая система общества, наблюдается такой факт, что народ в большей части этих классовых обществ лишен субъектности, исторической субъектности. Это значит, что массы лишены возможности влиять на свою собственную историю, они лишены возможности делать свой исторический выбор, и только при социализме, как учит Чучхе и как учит марксизм, массы способны стать господами реальности. И народ нуждается, конечно, в руководителе, потому что без принципа единоначалия те самые народные массы не будут способны эффективно бороться с угнетателями, с различными реакционными классами, как учит Чучхе. То есть роль руководства, роль вождя, когда мы говорим вождь, руководство, говорим ли мы про КНДР, говорим ли мы про Советский Союз, за этими словами, в первую очередь, мы понимаем не только личность, хотя роль личности очень важна в истории социализма, но в первую очередь команду, которая за этой личностью стоит, которая эту личность поддерживает, и системы, которая связывает команду, личность вождя и общество, то есть народ. Вот и у Ким Ир Сена, и у Ким Чен Ира, и у Ким Чен Ина важнейшим тезисом, который они регулярно воспроизводят, является тезис, что нужно поклоняться народу как небу. То есть вождь народа, а под народом, очень важно, понимается, в первую очередь, трудящийся. То есть в КНДР народом считается, не просто человек, который говорит на корейском языке, народом считается представитель трудового крестьянства, рабочего класса и трудовой интеллигенции. Это очень важно. То есть именно те, кто участвует в производстве, именно те, кто создает то самое богатство народа, являются этим самым народом. И вождь является тем человеком, который поклоняется этому самому народу как небу. И из этого вытекает тот факт, что он должен положить свою жизнь на то, чтобы народ этот защитить, на то, чтобы народ обезопасить, от различных внешних угроз. И в конечном счете, чтобы завоевания социализма не были уничтожены, в первую очередь, внешними факторами. Ну и, конечно же, вождь должен постоянно заботиться об улучшении жизни народа. Это пока, как вы понимаете, просто концепция. Но мы сейчас поговорим, как эта концепция реализовывалась в конкретных действиях Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ина. Ну, надо сказать, что различные западные исследователи считают, что начало практики руководства делами на месте началось осенью, в октябре 1945 года, когда Ким Ир Сен посетил Пхеньянский зерноперерабатывающий завод. Но на самом деле, конечно, начиная с тех времен, когда Ким Ир Сен вступил в марксистский кружок, а затем возглавил партизанский отряд. И у нас по этому поводу на канале Революционная инициатива и на других каналах мы иногда повторяем информацию. Мы много раз говорили, что Ким Ир Сен являлся одним из выдающихся деятелей партизанской антияпонской борьбы в Маньчжурии. И не только в Маньчжурии, но и в том числе в Корее. Потому что именно под руководством Ким Ир Сена состоялся знаменитый бой корейских партизан на территории самой Кореи. Это был бой при станции Почханбо в 1937 году, юбилей которого недавно отмечался. И он именно своими действиями, Ким Ир Сен как руководитель, прославился далеко за пределами Маньчжурии. О нем стали говорить в Кремле, о нем стали говорить на территории, оккупированной японцами Кореи. Он действительно показал себя как вождь. А вождь он показал себя именно еще и потому, что он не только руководил войсками, он постоянно был рядом с войсками, как любой партизанский вождь. Он руководил делами на месте, занимаясь не только военной подготовкой, разработкой стратегии или каких-то тактических приемов. Он еще также занимался и снабжением войск, точнее контролировал его, и воспитанием. Кстати говоря, когда японцы внедрили женщину-агента в отряд Ким Ир Сена, то она доносила, сохранились в архивах ее донесения, что Ким Ир Сен каждую минуту свободную энергично посвящает тому, чтобы воспитывать свой партизанский кадровый состав в духе социализма. И можно уже говорить, что уже когда Ким Ир Сен был партизанским вождем, лидером, он занимался вот этой самой стратегией руководства делами на месте. Кстати говоря, его деятельность была оценена высоко в Советском Союзе. Достаточно сказать, что он был кавалером ордена как раз-таки за заслуги в борьбе с японцами на территории Маньчжурии. Но надо сказать, что руководство делами на месте, оно выглядит следующим образом. Вождь и вообще его заместители многочисленные, они контролируют все процессы в государстве. Они выезжают на стройки, они выезжают на производстве. И вот, например, различные долгожители в Корее, они вспоминают, что каждый руководитель какого-то колхоза, завода, он жил в таком состоянии и работал, что вот каждые пять минут в дверь может войти Ким Ир Сен. Он в любой момент может прийти и спросить, как вы работаете. Руководство делами на месте, это не только какое-то понукание и принуждение, это еще и разговор с самими работниками. То есть представитель партии, трудовой партии Кореи и, например, лично Ким Ир Сен, они общались с людьми, они выслушивали их пожелания, они выслушивали их просьбы какие-то и так далее. Кстати, именно поэтому каждый, ну очень многие, по крайней мере, колхозники в КНДР, в 50-е, 60-е, 70-е годы рабочие, они всегда имели у себя маленькую записочку к Ким Ир Сену, потому что они всегда были уверены, что Ким Ир Сен, вот он в любой момент может зайти на их предприятие. Там могла быть какая-то просьба, пожелание и, кстати, рад с предложением, которые все очень подробно рассматривались. И вот та самая обратная связь между лидером и рабочим классом, крестьянским классом, она давала вот такую спайку и постоянное ощущение того, что вот действительно есть партия, есть вождь, и он постоянно думает о народе, и это выражается в том числе в том, что он постоянно готов приехать, посмотреть, как происходит работа, помочь советам, помочь преодолеть бюрократическую косность и так далее. Такого уровня близости руководства и народа, ну я не могу назвать, кстати, ни в одной другой социалистической стране, ни в Советском Союзе, ни в какой-нибудь социалистической Албании, Югославии, и даже в Маоисском Китае нельзя назвать, что была такая вот спайка народа и лидера. И, кстати говоря, это поэтому очень смешно слушать, что кимы настолько далеки от народа, что они какие-то такие диктаторы, которые боятся своего народа. Но это очень смешно слушать, потому что если бы диктатор боялся своего народа, то он бы окружил себя какой-то охраной в стиле ФСО, там какой-то в кубе, да, по количеству бойцов этой самой ФСО или по их степени вооружения, он бы сократил вообще контакты с населением до минимума. Но если мы посмотрим и на Ким Ирсена, и на Ким Чен Ира, и на Ким Чен Ина, они постоянно в гуще народа, они постоянно с ним общаются, они постоянно присутствуют на том же производстве, они дают указания, они выслушивают пожелания и так далее. И самое главное, что в ходе вот этого вот постоянной связи подчиненные вождь, народ-вождь, происходит вот та самая выработка стратегии, которая вырабатывается не только в кабинете руководства, но и снизу. Это очень важно. В частности, в 1956 году на старолетейном заводе в Кансоне Ким Ирсен на основании вот этих вот регулярных, чуть ли не ежедневных встреч с трудящимися, провозгласил начало знаменитого движения Чхалима. Ну, Чхалима – это такой персонаж корейской мифологии, крылатый конь, по аналогии с европейской мифологией – это Пегас. Но смысл этого движения в том, что оно очень сильно, конечно, напоминало движение ударников в Советском Союзе. То есть, те или иные бригады, строительные бригады заводских рабочих, включались в то самое соцсоревнование, они соревновались между собой за то, чтобы улучшить показатели. Это было именно ударное производство, ударная стройка. И надо сказать, что в результате этого движения, которое как раз-таки позволило пятилетку 1957-1961 годов закончить достойно, ну, в частности, вот просто чтобы понять, цифры были такие, что в три с половиной раза выросло объем производства за, получается, пять лет. И каждый год впоследствии на 36% шел ежегодный прирост объемов производства. И, кстати говоря, даже не другие КНДР сказали, что именно вот тот самый скачок, который был благодаря в том числе движению Чехолема, который произошел в 50-60-е годы, позволил превратить Корею, ну, у них такая вот там разная градация в оценке, но, по сути, в настоящее современное промышленное государство. И те самые основы промышленности, в первую очередь стратегической, которые были созданы именно в те годы, в том числе Багрея движения Чехолема, и привели к тому, что Корея получила тот самый базис, который позволяет ей до сегодняшнего дня быть независимой страной, независимой экономически, политически, военно и так далее, несмотря на все санкции, про которые мы очень много раз говорили. В 1961 году на основании вот этих успехов, которые произошли, Ким Ир Сен провозгласил метод Чхон Сари, это вот как раз то самое руководство делами на месте, когда от руководителей требовалось личное присутствие. И тут очень важный момент с точки зрения механизмов, как это работало. На каждом предприятии, крупном или среднем, по сути, было две власти. Первая власть была в лице дирекции, ну, куда входил директор предприятия, инженерные кадры и так далее. В принципе, это на любом заводе есть и было, и будет. И вторая власть была в лице парткома, который избирался из рабочих. Парткома — это, естественно, представители партии, трудовой партии Кореи, которая, начиная с 40-х годов, является правящей партией в Кэндер. Но, как я много раз говорил, она не единственная заседает в парламенте. Так вот, эти представители партии отвечали, в частности, за руководство производством, за планы производства какого-то оборудования, какого-то товара. И очень важно, они еще отвечали за удовлетворение интересов рабочих, ну, например, обеспеченность рабочих жильем, обеспеченность рабочих питанием. И очень важно, они же еще отвечали за связь и нужды местного населения. То есть, например, находится завод, вокруг него несколько колхозов, и они уже, получается, действуют в единой смычке, у них уже есть совместные интересы, и они все вместе взаимодействуют, взаимодействуют как хозяйственные единицы. Но не только хозяйственные, потому что еще выделялось важнейшим элементом вот того самого руководства на месте — постоянная воспитательная работа с рабочими. И именно эта система, кстати говоря, заметьте, я говорил, это 61-й год, и она начала реализовываться в 60-е годы, и 60-е, 70-е, да и последующие годы, они как раз-таки были именно в рамках той самой Теанской системы, точнее Теани-Саупчхеге. Она, вот это, кстати, тот же самый Ланьков отмечает, для которого вот это вот КНДР с его социализмом как бельмо на глазу, он отмечает, что в этой системе не было даже намеков на хозрасчеты материальную заинтересованность рабочих, которая очень часто в Советском Союзе приводила к тому, что, ну, появлялось такое чуванство у рабочих, что вот мы выполняем некий план, получаем за это те же самые премии. Кстати, по этому поводу есть замечательный фильм по пьесе, он так и называется «Премия». А то, что в результате этой деятельности, вроде как для конкретных этих рабочих, которые приводят к тому, что они получают премию, зарплату, на которую могут купить много товаров, срывается экономический план всей страны, потому что, например, они производят продукцию, которая сейчас не нужна. Они производят продукцию, которая не своевременно, там, например, они произвели огромное количество покрышек каких-нибудь, но эти покрышки гниют под открытым небом, потому что они перевыполнили план без согласования с другими ведомствами, эти покрышки не были укреплены на каких-то машинах и просто-напросто сгнили. Вот чтобы этого не было, как раз-таки была введена вот эта самая система руководства делами на месте, которая включала также еще и тот факт, что вот эти представители рабочих порткомов, они регулярно ездили в смежные предприятия, они регулярно совещались с центром и спрашивали, а вот мы, допустим, решили перевыполнить план, это сейчас нужно или нет. Ну, для Ланькова это плохо, потому что это не ведет к гибели социализма. Безусловно, это для него плохо. Кстати, именно в 50-60-е годы росла смена, обычно все называют только одно имя, Ким Чен Ир, который потом сменил на посту своего отца Ким Ир Сена, но там была целая поросль молодых лидеров, которые, по сути, выросли и возмужали вот на этом самом производстве, на этом самом руководстве делами на месте. Я просто приведу два примера из жизни Ким Чен Ира, которые из его официальной биографии мы можем узнать, которая выпущена, по-моему, трехтомник в издательстве иностранной литературы в Пхеньяне. Когда он руководил строительством одной стратегической дороги, он просто ездил по участкам этой дороги на автомобиле, и вся его команда, включая водителей, включая его помощников, выбилась из сил. И предложили, по-моему, шофер предложил, давайте остановимся в одном месте, тут очень такое приятное место, озеро с очень красивыми берегами, давайте отдохнем, ну, хотя бы несколько часов, давайте. Ну, нас подождут рабочие, ничего страшного, опоздаем на несколько часов. А Ким Чен Ир сказал, так я знаю это озеро, озеро называется Озеро Трех Дней. Знаете, когда-то давным-давно один император путешествовал по стране, увидел это озеро и сказал, а почему бы тут не остановиться на три дня, тут так мирно, тихо, спокойно, но мы же не императоры, мы народные слуги, и мы должны в первую очередь думать о трудящихся, они нас ждут, и поэтому поехали дальше. Другой пример, он такой имеет воспитательное значение, когда Ким Чен Ир предложил примировать отличившихся работников образования, устроить в честь них праздник и примировать их часами именными. И он узнал, что вот там какое-то количество, ну, я сейчас не помню точно, предположим, 100 человек, которые выдвинуты, а пятеро из них вычеркнуты из списка. Он спросил, а почему они вычеркнуты из списка? Ну, вы знаете, вот у них определенные есть нарушения. Он сказал, сделайте так, поработайте с товарищами, чтобы эти нарушения были преодолены. И список сократился в итоге на одну фамилию, одной молодой учительницы. И когда принесли список на согласование Ким Чен Ира, он сказал, ну, подождите, смотрите, 99 учителей получат часы в торжественной обстановке, а вот эта учительница молодая, она эти часы не получит, она уйдет одна, она будет плакать. Мы не для этого делали революцию. Давайте уточним, есть ли у нее какие-то действительно достижения. И начали разбираться, действительно у нее были достижения, ну, там были определенные у нее, конечно, недостатки, с которыми она работала. И когда ей вручили часы и рассказали эту историю, она выбилась в передовики образовательного процесса, между прочим. А могли просто вычеркнуть и вычеркнуть, ну, как бы, если нет человека, нет проблем. Но когда вот этот самый принцип руководства делами на месте реализуется, тут нету лишних людей, тут нету мелочей. Кстати, вот мы переходим непосредственно к Ким Чен Ину, да, про него, наверное, сохранилось больше всего именно свидетельств того, как он руководит делами на месте. Причем, когда очень часто воспроизводят их в нашей прессе, это воспроизводится такой смешечкой, что, например, Ким Чен Ин посещает какое-то предприятие и, например, говорит, так, смотрите, вот тут вот у вас пандус, мне кажется, он слишком крутой, тут это рабочим будет неудобно доставлять продукцию. Вот здесь, наверное, лампы надо переставить. И для всех это, ну, не для всех, для многих не очень умных наших журналистов это смешно. Ха-ха-ха, руководитель такого ранга, такими мелочами занимать. Ну, это показуха. Но на самом деле для руководителя уровня Ким Чен Ина, который действительно всю жизнь кладет на то, чтобы его народу было хорошо, на то, чтобы социализм побеждал, это не мелочи. Это очень важно. Это тоже показатель того, как власть заботится о тех же самых рабочих. Например, из труда, который посвящен как раз-таки руководству делами на месте, который осуществляет Ким Чен Ин, это труд выпущен опять-таки в Пхеньяне в 2019 году, я почерпнул несколько примеров того, как Ким Чен Ин руководит делами на месте непосредственно. В 2009 году он посетил магазин Подхунган, крупный достаточно магазин в Пхеньяне, который обслуживает несколько тысяч пхеньянцев в день. Он увидел, что есть определенная сложность для покупателей в том, что, допустим, они покупают индейку 15 килограммов, и он, кстати, сам попробовал показать, как это происходит. Вот ты берешь индейку, и как ты с ней вот так вот переваливаясь идешь, боясь уронить, все посмеялись. Это достаточно была комичная сценка. Но он сказал, нужно, чтобы здесь был установлен эскалатор для трудящихся, потому что им просто неудобно. И фактически благодаря этому эскалатор там и появился. Далее. В 2012 году он посетил культурный комплекс Кан Сан Вон и обратил внимание на то, что он мало озеленен. И эту оплошность впоследствии работники исправили. Причем под это все конкретно Ким Чен Ин, когда давал эти указания, он объяснял, почему необходимо, что здесь было озеленение, что гораздо приятно находиться именно в такой обстановке и так далее. Даже вот он обращал внимание по поводу того, что вот, например, стендовая информация в тех или иных учреждениях, магазинах, гостиницах должна быть более наглядна, потому что это более удобно, особенно если вдруг, это же Пхеньян, да, вдруг будут иностранцы, которые корейского языка не знают, а тут для них будет как раз-таки все очень удобно продемонстрировано в виде картинок. В 2012 году, когда он посетил открытие плавучего ресторана Муджиге, он сказал очень важную вещь, которая в дальнейший вот его этап управления страной, ну это практически девиз его управления был, нужно, чтобы наш народ жил зажиточно, не завидуя другим. Кстати, это, говоря, один из девизов КНДР, жить никому не завидуя. То есть жить самодостаточно, жить так, чтобы закрывать все основные потребности своего населения, и действительно, чтобы не было зависти по отношению к другим странам. И в лице как раз-таки Ким Чен Ына мы наблюдаем, что в 2010-е годы он сделал очень многое для того, чтобы вот тот самый уровень обеспеченности населения товарами, услугами, культурой, образованием, все более и более этот сектор расширялся. Действительно, даже эксперты за рубежом и туристы, которые посещали КНДР в этот период, они регулярно говорили, что не только в Пхеньяне, как в столице, они видят реально плоды этого улучшения, но они видят это даже и в сельской местности, о чем я поговорю в дальнейшем. В 2016 году, когда произошел очень серьезный ураган, кстати, похожие ураганы, наводнения, которые захлестнуло Азию восточную в 2020 году, мы про это говорили на канале «Революционная инициатива», в результате него пострадало очень много деревень, в частности в провинции Северный Ханген, и именно Ким Чен Ын, посетив эти деревни, там были разные мнения, одни говорили из партийного руководства, что нужно переселить население в другие районы, что нужно повременить с восстановлением, потому что у нас есть по плану другие задачи, в частности у нас есть задачи по перевооружению, но именно когда Ким Чен Ын посетил вот эти самые разрушенные деревни, посетил, кстати, с блокнотом в руках, подсчитал убытки, подсчитал возможности, кстати говоря, восстановления, он сказал, что это все можно восстановить за 200-дневную вахту, и он как раз объявил в Северном Хангене на совещание руководителей ту самую 200-дневную вахту, в результате которой действительно за 200 дней было восстановлено жилище, и колхозники вернулись с теми ста, где они и до этого жили. Кстати говоря, мы же знаем, что одной из экономических доктрин Чучхея является доктриной, согласно которой страна должна производить все товары, которые она может производить, чтобы меньше зависеть от товаров, ресурсов из других стран. И Ким Чен Ын на примере, например, вагоностроения и поезда строения, как раз-таки во время открытия эксплуатации поезда в метро, он как раз-таки и сказал, что вот это первый поезд, который КНДР полностью построила у себя, то есть без участия иностранных специалистов. И, кстати говоря, он регулярно подчеркивал, что очень важно, но это он опять же наблюдал, руководя делами на месте, очень важно добиться того, чтобы производить максимально свое оборудование. Причем он говорил следующее, что наше оборудование, многие говорят, не ахти такое. Но он говорил это про те станки, то автоматизированное оборудование, которое корейцы на тот момент только-только вот научились производить сами. Это оборудование не ахти какое, говорят некоторые. Но от того, что это наше оборудование, наша и обороноспособность, и экономическая независимость становятся все более и более сильными, поэтому мы должны его производить. Кстати говоря, мы поговорили про экономику, но очень часто в СМИ, конечно, Ким Чен Ын присутствует на фоне тех знаменитых запусков ракет, на фоне артиллерийских каких-то учений. Надо сказать, что армия в КНДР это особый социальный институт. На канале Революционные инициативы и на других каналах мы про это подробно говорили. И стратегия Сангун продолжает реализовываться. Надо сказать, что с очень большой вероятностью, можно сказать, что каждый солдат КНДР хотя бы раз в жизни видел Ким Чен Ына, потому что он постоянно бывает в войсках, он постоянно на учениях, он постоянно встречается с военными промышленниками, он постоянно находится в войсках. В частности, был один интересный момент, когда Ким Чен Ын присутствовал на очередных учениях, в которых участвовал около 30 тысяч солдат. И он предложил сфотографироваться. Представьте себе, вот эти 30 тысяч солдат встали, по-моему, по склону горы. В середине находился Ким Чен Ын. И несмотря на то, что в течение трех часов они подходили, строились, располагались, Ким Чен Ын посчитал очень важным, чтобы каждый солдат, который участвовал в учениях, которые были высоко отмечены и им, и трудовой партии Кореи, каждый солдат был запечатлен на этой фотографии. Это имело огромное воспитательное значение. И, кстати говоря, в армию, которая действительно аккумулирует в себя молодежь, Ким Чен Ын регулярно говорит о том, что именно в армии происходит воспитание того самого революционного духа. А революция, согласно Ким Чен Ыну, продолжается, и нужно ее защищать, и нужно за нее бороться каждый день. Так вот, в лице армии и в лице союза молодежи, ну, это похоже очень на комсомол, который был в Советском Союзе, только он называется Ким Ирсенско-Ким Чен Ын Рийский Союз молодежи, происходит то самое воспитание подрастающего поколения. Происходит оно и в Мангеденском революционном училище. И Ким Чен Ын, кстати, регулярно посещает и образовательные учреждения, и вот те самые революционные училища. Постоянно он спрашивает, а вот почему у вас вот зимой, например, курсанты этого училища построились на плацу, и он специально подошел и проверил руки одного курсанта, они оказались ледяными, и он сказал, почему это вы выгнали курсантов, не обеспечив их рукавицами. Даже вот такие мелочи, хотя, опять же, для руководителя такого ранга, как Ким Чен Ын, мелочей нет. Во время этих поездок он, помимо того, что говорит о том, что и в образовании тоже должно быть социалистическое соревнование, то есть, например, вот в Пхеньяне есть дом ребенка и детский дом, который расположен очень близко друг к другу, и Ким Чен Ын в 2018 году, он как раз-таки объявил то самое соцсоревнование между ними, но соцсоревнование в чем? В том, чтобы для воспитанников этих учреждений создавались все более лучшие и лучшие условия. Интересный, кстати, факт. Я в настоящее время работаю над большой статьей для учительской газеты, посвященной системе образования в КНДР, начального и среднего образования. Так вот, очень важный факт, что школьники обеспечены государством всем необходимым, причем для российских пап-мам очень, наверное, будет интересный такой опыт, они обеспечены, помимо того, что у них бесплатное питание, бесплатные кружки, это все понятно, они также обеспечены канцтоварами за счет государства, портфелями, рюкзаками за счет государства. То есть, фактически, государство в первую очередь заботится о подрастающем поколении. И опять-таки, это происходит как раз-таки еще и потому, что Ким Чен Ын постоянно руководит делами на месте, он присутствует на учебном процессе в том или ином образовательном учреждении, постоянно контролирует, делает какие-то пометки. И вообще, наверное, хотя многое остается за кадром, мне кажется, что рабочий день Ким Чен Ына очень напоминает рабочий день настоящего социалистического лидера, когда он одновременно работает с документами, когда у него есть свободное время, он посвящает его чтению книг. В первую очередь, конечно, мы говорим не про художественные книги, а про книги, которые помогают в управлении, книги по промышленности, экономике, военному делу. Кстати говоря, есть несколько кадров с видео совещаний Ким Чен Ына, просто фотографии, которые показывают его библиотеку, и она действительно огромная, и видно, что он с этой библиотекой работает. Плюс к этому он пишет статьи, он пишет письма. Очень часто, кстати, когда он по тем или иным причинам не может присутствовать на том совещании или встрече с теми же рабочими, ну, например, был момент, когда обострилась ситуация на корейской границе, и он был вынужден уехать в войска, он, однако же, написал письмо, это было письмо очередному съезду Ким Чен Ыской молодежи, которым просто послал свое поздравление и извинился за то, что не может присутствовать по причине всех неотложных государственных военных дел. И очень важный момент, что руководство делами на месте, оно действительно очень непрерывно, и, как я говорил, оно не только одностороннее, то есть приехал Ким Чен Ын или еще какой-то руководитель, просто мы сегодня говорим в основном про него, но там есть другие руководители, которые прошли школу армии, прошли школу партийной службы, и также руководят делами на месте, я говорил, в лице тех же самых парткомов. Так вот, оно не только одностороннее, приехать, дать указания, может быть, какие-то пожелания высказать и уехать, это еще и выслушивание просьб, выслушивание, очень важно, рациональных предложений со стороны тех же самых трудящихся военных. И поверьте, вот эта система, когда есть постоянное присутствие вождя, не в виде какого-то портрета, который находится за спиной чиновника, которому уже давным-давно плевать на объект, которым он должен руководить, не в виде каких-то голых лозунгов, а в виде постоянного вот такого напряжения, что каждую минуту, вот сейчас дверь может войти Ким Чен Ын сам и спросить, как вы работаете. Поверьте, оно мотивирует лучше, чем и какое-то пугание, что какие-то кары у вас будут. Вот, кстати, в этом плане очень интересно сравнить с Российской Федерацией, когда чаще всего руководители, ну, редко когда приезжают на вот то самое производство, на те самые фронты работы, в основном присылают какие-то комиссии, которые в основном, ну, наверное, большинство слушателей и зрителей с этим сталкиваются, в основном они работают с бумажками. Вот, предъявите бумагу на основании параграфа такого-то, пункта такого, давайте сравним, то есть тут важны бумаги, потому что это та самая бюрократия, потому что бюрократия это власть вот той самой бумаги с печатью, с какими-то подписями. Для социалистических государств, которые действительно борются за революцию, которые показывают силу, силу вот той самой народной власти, для них все-таки больше характерно именно то самое дело, то есть не бумажка, а именно дело. Главное это выполнить план, главное это обезопасить страну, главное это чтобы благосостояние рабочего человека, народа того самого, я объяснил, что значит народ в понимании чуть-чуть, постоянно росло. Вот если это будет реализовано, это и хорошо, а не бумажка важна. Поэтому бумажки им не особо доверяют. Доверяют личному общению, и вот то самое руководство делами на месте, оно на самом деле является одной из тех основ, наряду с политикой Чучхе, политикой Сангун, про которую мы много говорили, движение Чхалима, которое в тех или иных формах до сих пор существует, которое позволило Корейской народно-демократической республике существовать на сегодняшний момент, сохранить социализм, и самое главное продолжить то самое поступательное развитие, то самое улучшение жизни трудящихся и усиление их безопасности, в первую очередь от внешних угроз, про которые мы тоже много раз говорили, именно эти столбы позволяют корейцам искренне жить, никому не завидуя, и быть уверенным в завтрашнем дне, что для большинства, подавляющего большинства населения Земли, все-таки еще является недостижимым горизонтом. Субтитры создавал DimaTorzok